В Казани коллектор угрожал медсестре взорвать больницу, в которой она работает. А в Майкопе злоумышленники обещали поджечь детский сад. В Челябинской области пенсионерка, не выдержав угроз коллекторов, продала почку. С 1 января 2017 года в силу вступают многие обещающие поправки в закон, реломентирующие работу коллекторов. Об этом мы поговорим прямо сейчас с главным судебным приставом Ярославской области Александром Юдиным. Александр Викторович, здравствуйте. Добрый день. Итак, за последний год в средствах массовой информации очень часто освещаются эпизоды, связанные с деятельностью коллекторов. В социальных сетях также активно обсуждают эту тему и зачастую дают все-таки негативную оценку. Все же, кто такие коллекторы с юридической точки зрения? Это юридическое лицо, зарегистрированное в Министерстве юстиции. Наделено полномочиями в устав, в который входит взыскание кредиторской просроченной задолженности, аудит и иные меры. Одним из составляющих является, что они могут взыскивать просроченную кредиторскую задолженность. Кто контролирует их работу, какая государственная структура? Юридические лица раньше занимался Минэкономразвитие и по дальнейшему Центробанк. С 1 января 2017 года вступает закон в силу номер 230. И вчера был подписан указ президентом о том, что организация наделена полномочиями на службу судебных приставов по контролю за работой коллекторских агентств. По учету реестр, то есть будет наделена служба судебных приставов по ведению этого реестра и по исключению из-за реестра этих юридических лиц. Какими критериями должна обладать коллекторская компания, чтобы входить в этот самый реестр? Во-первых, там в законе четко регламентировано, что должно быть организацией, не находящейся в стадии банкротства, ликвидации. То есть штат, количество этого юридического лица, полномочия. В первую очередь, чтобы как учредители, так и лица, которые работают в этой организации, не были с непогашенной судимостью, либо были ранее судимы. То есть целый критерий, список, он как раз законом регламентирован, кто сможет заниматься видом этой деятельности. В соответствии с новыми поправками, какими полномочиями обладают коллекторские компании? Как они могут действовать? Какие средства они могут использовать, законные средства, чтобы выбивать долги? В первую очередь, также законом регламентировано. То есть более ужесточены требования к этим организациям, которые занимаются просроченной кредиторской задолженности. Во-первых, не более одного раза фактическая встреча с должником, не более одного звонка в течение дня, не более двух звонков в течение недели и не более восьми звонков в течение месяца. Также запрещено угрожать физической расправой, либо еще какие-то происходящие действия. Угроза нецензурная. И один из критериев, что все обращения находят на русском языке, либо на языке этого лица. Прежде чем также в сети интернет прописывается, что с неизвестных адресов не направляются никакие письма, при телефонном звонке, у нас есть такая услуга, не определяется номер, то есть запрещено звонить с номера абонента, который не определяется. Как раз все эти организации поставлены в более жесткие законные рамки по отношению к взысканию этих долгов. И все-таки, если коллектор нарушил закон, но и сделал какие-то действия, угрожающие безопасности гражданина, какие санкции последуют? В первую очередь, это у нас кодекс административных правонарушений, статья 1457, где предусмотрены штрафные санкции в отношении физических лиц от 5 до 10 тысяч рублей, в отношении должностных лиц от 10 тысяч до 25 тысяч рублей штрафные санкции, и в отношении юридических лиц от 25 тысяч до 100 тысяч рублей. То есть служба своими приставами будет наделена полномочиями составлять эти протоколы административные в отношении лиц, нарушившихся 230 закон. А что делать самим ярославцам, на которых вот обрушилась как раз деятельность коллекторов негативная, которые связаны, действия связаны с тем, что угрожающие безопасности человека? В первую очередь, это мы будем, наше управление будет рассматривать обращения граждан, да, мы будем просматривать, как, допустим, видео, да, аудио, записи телефонных разговоров, будем давать этому правовую оценку, и в случае нарушения будем принимать меры либо административные воздействия, если сильные грубые нарушения, то служба своими приставами будет наделена с 1 января полномочиями по исключению данных юридических лиц из реестра, которые смогут заниматься коллекторской деятельностью. Также в поправках еще сказано, что есть такие фирмы, которые занимаются взыскиванием долгов, то есть это уже не коллекторы? Это все входит в коллекторскую систему. У нас по Российской Федерации свыше 600 таких организаций, которые занимаются именно взыскиванием просроченной задолженности. Для них все то же самое? Те же самые полномочия, тот же самый реестр или что-то другое? Для всех на территории Российской Федерации создано единое правовое поле по работе, по взысканию просроченной кредиторской задолженности. То есть все будут включены, кто подаст заявление, в течение 20 дней служба своими приставами будет рассматривать это заявление и, если все документы в порядке, будут включать в единый реестр. Единый реестр коллекторских агентств будет вестись на официальном сайте ФСП России. То есть мы будем вести и контролировать именно по Ярославской области. Все это будет аккумулироваться централизованно в Москву, где создан аппарат управления именно по работе с коллекторскими организациями. А на территории Ярославской области вообще много этих самых коллекторских агентств? Я точную цифру не могу сказать, чтобы не вводить в заблуждение, но на сегодняшний день, то есть после постановления правительства, уже все коллекторские агентства, которые намерены с 1 января 2017 года заниматься взысканием просроченной кредиторской задолженности, будут обращаться в службу судебных приставов. Мы будем рассмотреть заявление и уже в случае необходимости, если все в порядке, включать в реестр. То есть кто не включен в реестр, они не могут заниматься данной деятельностью. Может быть существует какая-то статистика, как коллекторы нарушали права граждан, ярославских граждан? Как таковой статистики мы не ввели, потому что в наше полномочие не входило. Но ряд жалоб, когда были предъявлены службы судебных приставов исполнительные документы, приставы арестовывали счета и изымали имущество, и параллельно их просроченная микрофинансовая задолженность занимались коллекторские агентства. И то есть нам приходилось такой симбиоз этих жалоб. Они вроде и жаловались на действия судебных приставов, но в то же время и жалобы, понятно, что это действия неправомерные, именно были коллекторские агентства, которые звонили по ночам, угрожали, и компрометирующие непонятные истории распространяли на работе именно лица, который не оплатил своевременно свои долги. Александр Викторович, вот на Ваш взгляд, эти нововведения помогут положить конец коллекторскому беспределу? Я думаю, да, потому что Вы уже в начале передачи сказали, какие правонарушения, какие угрозы именно совершают эти люди, которые работают в этих организациях. Конечно, и еще в законодательстве предусмотрено, в случае, если действиями коллекторского агентства либо лицом, работающим в этом коллекторском агентстве, причинен ущерб, моральный ущерб, либо физический, либо материальный ущерб, то коллекторские агентства несут ответственность и будут возмещать расходы за причиненный ущерб, либо моральный ущерб. Что ж, спасибо. Напомню о том, как изменится деятельность коллекторов. Вступлением в силу новых поправок в действующее законодательство мы говорили с главным судебным приставом Ярославской области Александром Юдиным. В студии работала Александра Панкратова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова